Любовь Дмитриевна, производственно-коммерческая фирма «Маяк» работает с широким перечнем сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственного сырья, но профильными считаются чечевица и нут. – Какие критерии для переработчика важны по сырью? Какое сырье Вам нужно и какого качества Вы предпочитаете сырье по этим культурам? – Сказать, что бобовые чечевицы и нут чем-то особо отличаются от других зерновых или зернобобовых, от того же гороха, наверное, и не приходится. Но, допустим, для мелкозерной, вот красной, донской краснозерной, и сегодня, которую мы начали уже перерабатывать, зеленые мелкозерные, конечно, здесь очень важен калибр. – Размер. – Размер, да. Чтобы она была не разнокалиберная, потому что по ГОСТу где-то через сито 3,57 только проходящие можно шлифовать, а все остальное будет являться зерновой примесью. – Это первое. То есть надо выдержать, конечно, однокалиберное. То есть не пытаться, как это делают многие фермеры, закупили семена и потом еще 2, 3, 5 лет даже своими как бы пользуются. А обязательно, конечно, брать суперэлиту или элиту для того, чтобы получать очень качественный товарный продукт. – Ну, второе, конечно, у чечевицы, как и у нута, которая имеет очень много в составе своего белка, конечно, влажность важна. Как только повышенная влажность более 12%, все, она начинает гореть. И это тухлое яйцо, будем так говорить, то есть белок, который превращается просто в скользкую массу и продукт, наверное, портится. Поэтому мы зачастую, когда вот в непогоду приходится убирать и у фермеров нет возможности посушить, мы для этого приобрели итальянскую сушку. И до 12%, конечно, подсушиваем этот продукт и потом только он уже подлежит переработке. Но тот, который у нас проходит эту сушку на оборудовании, на сушильном, он больше имеет потом лома и меньше выход готовой продукции. То есть он менее рентабельный получается. Поэтому влажность и калибр. Других основных, ну, если привез зерно из-под комбайна фермеру, которого нет возможности почистить, или времени нет где-то там перескладировать, зачастую совпадает уборка зерна и чечевицы, мы, конечно, принимаем за минусом сора, который тут же делаем в присутствии сдающего хозяина зерна, и который понимает, что это мусор, а не готовый продукт, не зерно, а качественный. Ясно. А как меняется цена на сырье в зависимости от качества, вот от тех критериев, которые Вы назвали? Калибр, влажность, засоренность. Николай Васильевич, мы тут же на решетах делаем анализ в присутствии с датчика. Да. Пропускаем через сито и показываем, допустим, отход 10%, 12%, 17%. Это зерно-смесь, которую принимаем по другой цене, а вот он, калибр, который пойдет на переработку, ну, ценник разный по годам, Вы понимаете, что и в этом году ножницы были даже по сезонной приемке, начинали мы, допустим, с 25 рублей, потом 28, и заканчивали по чечевице, да, и заканчивали вот уже 42 рубля в НДСе, последняя цена. Как Вы помните, на совещании в прошлом году мы говорили, что этот год будет чечевичный, именно по рентабельности, по спросу. Я вообще не ожидала, что в России так увеличится спрос на чечевицу. То есть зарубежные партнеры, они как остались с запросами большими, но россияне резко увеличили запросы. Ну, то есть качество, в зависимости от качества, на сколько процентов может снижаться цена, или, наоборот, увеличиваться от низкого качества засоенное зерно? Николай Сергеевич, это может быть на 30-40%? Нет, нет, зерновой примеси обычно бывает, ну, максимально 18%, это если есть под комбайн, а вот на 18% и снизится ценник, потому что цена едина для чечевицы, допустим, ГОСТовской, мы же по ГОСТу принимаем, а, ну, стоимость, конечно, уменьшится за счет отходов, за счет отходов. А от сорта зависит? Зависит. Вот, допустим, Саратовская пикантная, при всем уважении к ней, и мы начинали с нее работать, пока у нас не было Донской краснозерной. Вы говорите о чечевице? Да, чечевице красное. У нас в России есть пикантная Саратовский сорт, и вот наша теперь Донская краснозерная, наш сорт. Так вот, Саратов у нас постоянно на переработке две фирмы, и закупаем мы Саратовскую. Больше 68 выхода не получается. У нас даже есть партнер... Готовой продукции. Готовой продукции, да. У нас есть даже партнер, мы с ним очень дружим, Юфинал. Одновременно мы с ним заводы строили, мы чуть раньше запустились. Я думаю, может быть, нам везут менее качественный продукт. Нет. Андрей тоже говорит, что у него тоже 68 – это предельный выход. А наша Донская краснозерная дает даже 72, и в этом году даже 76%. Такие, как вот Гиза Атулин, наш белая глина, Емельянов, Азовский район, Ейский, Морозовский район, фермеры вырастили, да. Очень хороший продукт. И шлифуется хорошо, и, конечно, выход продукции хороший. То есть наша, вот, ну, более приоритетна в переработке. Это же новый сорт, он недавно... Ну, только второй год мы работаем. Вот она, Донская краснозерная, это наш, выведенный. Восемь лет мы его выводили, теперь он наш, да. Угу, ясно. Вот, видите, интересно. Насколько вот для вас актуальны раннеспелые сорта? Или лучше сказать, вот, ранняя уборка? Это обычно переработчики говорят, что ранняя уборка позволяет им раньше запустить, допустим, масло, заводы, подсолнечное и прочее. Я поняла, о чем вы хотите спросить. Николас Ильич, вегетационный период у чечерицы не ускоришь, если не применять удобрений. Удобрения мы не принимаем, химию ни в коем случае не рекомендуем своим. Единственное, Экобао, это птичье удобрение, которым пользуется, Экобао ускоряет. Но ускоряет где-то дней на 10 дней ранее, на неделечку или 10 дней, если брать нашу, допустим, нашу Ростовскую область. Но мы же пошли по варианту, что мы объединились сейчас, вернее, просим фермеров и Ставропольского края, и Краснодарского края, и Ростовской области, и даже в север нашей области. Поэтому в зависимости от географии Краснодарский край поставляет нам чечевицу первой. Поэтому мы уже в конце июля начинаем ее перерабатывать. И свойства здесь еще чечевицы, это не так, как зерно должно отлежаться, как минимум 90 дней, надо, чтобы пшенечка полежала, потом только крупу делать. А чечевичку мы можем, если влажность нормальная, привезли и тут же перерабатывать. Поэтому в конце июля у нас уже Краснодар поставляется ее, которое мы перерабатываем на готовый продукт. И уже в Москве мы в этом году, в августе, торговали своим первым урожаем. Как раз открыли мы там межрегиональную ярмарку Минсельхоз Ростовской области и Московского правительства договорились о присутствии наших переработчиков на межрегиональной московской ярмарке. И мы уже там поставили первую продукцию. Первыми были с новым урожаем. Хорошо. Любовь, вот по московской площадке как раз, есть ли отличия во вкусах, предпочтениях у покупателей москвичей, скажем, отличия от южных регионов, от жителей юга России, что предпочитают из вашей продукции, какую, допустим, чечевицу. У вас же разные виды чечевицы вы готовите перерабатывать. Да, предпочтения есть не только у москвичей, и у ростовчан, и у белорусов. Мы на Белоруссии, допустим, поставляли первую, вот нашу красную чечевичку, вот такую переработанную. Потом, когда мы уже вывели вот зеленый сорт, и начали из нее делать желтенькую, вот такую красавицу. Белоруссия для пробы у нас брала единички. Сегодня она берет один к одному. То есть у нее и желтая, и красная пользуются спросом. Москвичи больше любят футбол. Вот целенькая чечевичка, ну, как горох вот целый бывает, и колотый, так и здесь. А наши ростовчане больше приоритет отдают лепесток, то есть половиночки, потому что быстрее разваривается. И вот почему такие приоритеты? Ну, вот они так складываются. Поэтому мы уже знаем, что наши местные больше берут лепесточек. Турция вот сейчас запросила лепесток. Увелка больше лепесток просит, потому что она делает суповые наборы, бобовые. А москвичи вот все-таки и футсити сейчас в заказе, я смотрю, футбол идет. И наша розничная точка больше пользуется спросом футбол. Да, вот вы упомянули зарубежных покупателей. Что из вашей продукции в большей степени идет за границу? Ну, и какие там предпочтения у покупателей соседних стран? Ну, в основном нуд, горох и чечевица. Идет на экспорт у нас. Сейчас, правда, спросом начали пользоваться и продукты переработки их, то есть это мука и сухие фарши. Но у нас еще недостаточный объем, то есть оборудование мы только-только запустили в свою мельницу. И вот Сальский Саша тоже подключился. И сейчас наш фермер кооператива и наш член нашего клуба экспортеров с Родионовки Ясыновый Александр, тоже мы его упросили, убедили, пересылая ему заявочки. В конце января он тоже запускает мельницу. Так что мы в кооперации с другими переработчиками, мы сможем сейчас и на муку брать заявочки зарубежные. Которые, конечно, Иран есть приличные заявки, Азербайджан сейчас два вагона в заказе у нас, которые пока, к сожалению, невыполнимы, и нам приходится отказы делать. Ну и российские. Вы знаете, вот те, которые брали по чуть-чуть, образцы там закупали, это и Питер, это и Воронеж, это и Хабаровский, Тюмень, и наш Ставрополь, и Махачкала. Тоже сейчас нет заявки, которая бы была без муки. Ну и москвичи, конечно, Акшай Инвайт, который работает на общепиты на московские, они сухие завтраки хорошо используют в продажах. И, конечно, очень много, очень много сейчас покупается нута восьмерочки. Если раньше, мы понимали просто нут, ну, был у нас нут прива, помните, да? Да. Мы все время с ним работали. Волгоградский, да. Да, это Волгоградский. Сорт Хабарова, да. То сейчас, конечно, очень просит вот этот нут деликатесный, потому что он и быстрее разваривается, он мягче, он вкуснее, с него котлетка, с него пюре получается просто, ну, обалденное. Но он крупнозерный. Да, он где-то 7+, 8+, вот 9, 10, 12 просят, ну, надо сказать, и потребителю, и любому хозяйственнику, что как только 10-12, это значит, использовалась химия. Поэтому, конечно, лучше выходить на то, что приобретать восьмерочку, это качественнейший продукт, с тех, конечно, сортов зарубежных, которые вот у нас на сегодня районированы. И вот наш Пимонов, который взялся сейчас за районирование этого сорта, я думаю, он сделает большое дело для того, чтобы вот в пище россиян появился наш сорт вот такой крупнозерный. Да, Донской, да? Да, Донской. Львовина, вот минувший год был для сельхозпроизводителей сложным, и даже были такие прогнозы, что может уменьшиться спрос на продукты питания. Вот по вашей фирме и по вашей продукции этого не произошло, насколько я понимаю. Николай Васильевич, количественно не произошло. Больше того, мы дали рост. К уровню прошлого года 110% в приросте. Но то, что покупаться стало меньше, мы просто охватили больше географию. Мы, значит, больше отправили в Белоруссию. Мы увеличили ассортимент, то есть мы сухих фаршей стали больше производить. Мы фасолку другую сделали. Мы живой муд, живую чечевицу. Это для проращивания ассортимент, который сегодня востребован. Поменялись приоритеты в питании, поэтому нам приходилось дорабатывать, расширять линейку ассортиментную для того, чтобы остаться на тех же объемах производства и переработки, ну, соответственно, реализации. Но если бы мы работали на старом ассортименте, не перешли на поиск нового ассортимента, мы бы, конечно, уменьшили. Почему? Ну-то пожиратели, чечевица пожиратели, если грубо сказать, уехали. Меньше строек, меньше турецких строителей, меньше зарубежных сегодня гастарбальтеров осталось, которые уезжают, патенты заканчиваются, а въезд еще не разрешен. Поэтому те зарубежные наши, ну, как бы, рабочие, которые много съедали нашего продукции, и в Москве, и в Ленинграде, ну, и в крупных городах, они, конечно, дали сбой. Но зато россияне больше распробовали, стали больше приобретать. Мы даже по нашему маленькому ларечку, который у нас при производстве здесь, и там, правда, свежайший продукт, мы заметили, насколько наши зерноградцы стали активнее покупать. То есть сегодня, ну, пшеничная, ячневая, перловая, там, кукурузная, даже перловкая и гречка покупаются намного меньше, нежели вот наши бобовые и продукты их переработки. Хорошо. А скажите, вот какую долю в поставках сырья занимают ваши постоянные клиенты? Вот члены кооператива «Донской маяк», который создан при перерабатывающем производстве, ну, и другие постоянные. Ну, в этом году мы дошли до 80%. Такого никогда не было. Мы в этом году свою потребность закрыли. Не потому, что мы выдали на выращивание. На выращивание где-то процентов около 28 мы себя обеспечили. А так просто… А что имеется в виду? Мы выдаем семена на выращивание и забираем готовым продуктом. Но даже те, кто купил у нас продукт, они нам сдали. Раньше как было? Мы продали и все, и концы потеряли. Звоним, они ждут там Иванова, Петрова, Сидорова, турецкого какого-то покупателя или просто зарубежного. А в этом году, вот, наверное, все-таки с вашей помощью, потому что мы им объясняли, что нам надо постоянное партнерство. И в этом году, конечно, ну, наверное, 90% тех, кто работал с нашими семенами, привезли нам готовый продукт. И тут еще важно, что мы все-таки сработали на бонус. То есть была рыночная цена средняя. Мы, те, кто работал на наших семенах, оплачивали рыночную цену плюс 1 рубль. И тот, кто привозил, ну, там, 100-150 тонн, конечно, значимо в кошелек, в любом случае, дополнительную копейку положили. Это раз. И второе, мы стали предлагать услуги по переработке. Это же чечевицка, мы перерабатываем на готовый продукт и тут же даже предлагаем расфасовать потребительскую тару. Этим сейчас вот пользуется у нас биохутор Алексей Иванович. Он только у нас перерабатывает. Идеальный у него продукт, качественнейший. У него эко-продукт, конечно. Перед тем, как перерабатывать его продукцию, мы зачищаем производство. То есть мы каждую его зерниночку стараемся обработать и, конечно, отдать ему самым качественным продуктом. Поэтому вот такие приоритеты, которые мы как бы и членам клуба экспортеров, и своим пайщикам предоставляем, они удерживают нашего поставщика и мы надеемся на дальнейшее партнерство. Хотя нам сегодня надо расширять партнерство, прям вот очень надо расширять. Сегодня и Курск, и Саратов. Уже Саратов, северные районы просят нашу чечевицу. Они убедились уже ее урожайности в том, что она лучше для переработки, чем их сорт. Но мы все-таки выдерживаем время и ждем, что еще наши фермеры, которые не выращивали, которые боятся. Мы же в состав штатное расписание ввели сегодня уже на полный оклад селекционера-агронома, который полностью сопровождает от анализа почвы, значит, норм высева. Мы несколько раз делаем на всхожесть, на энергию роста, то есть проверяем свои семена. Он контролирует отборы проб вместе с Роспотребнадзором. Ну и, конечно, стараемся, чтобы здесь, в географии, более минимального расстояния, шаговой доступности у нас вырастещена была наша продукция. Это интересно. То есть агросопровождение, да? Да, конечно, да, круглосуточно практически могут задать вопрос, и потемнело, посветлело, чем обработать, и как быть, и когда провести культивацию, при какой температуре почвы надо высадить, и каким комбайном убрать, и так далее. Очень важно то, что любой фермер, любой сельхозпроизводитель, если он вырастил, используя ваши семена, или, может быть, у него есть свои хорошие семена, но если он с вами поддерживает контакты, то вы ему гарантируете сбыт. Да, мы даже в договорах продажи семян, или когда даем на выращивание, договора на выращивание, предусматриваем пункт, что мы гарантируем закупку урожая этого года. А уже сколько он продаст? Часть нам урожая, или все привезет, это уже его право, абсолютно мы не прописываем количественно, но то, что мы гарантируем закупку выращенного урожая, это обязательно. И по ценам, которые сложились на рынке, к тому моменту, когда он убрал урожай. Да. Ну, это очень существенно. Да. Любовь Дмитриевна, спасибо, все очень интересно, и пусть развивается ваш кооператив, ваше производство. Вот вы не сказали, сколько наименований сейчас выпускает «Маяк»? Ну, у нас 42 вида собственной продукции, да. Из них бобовых уже около 24. О, больше половины. Да, потому что мы стали делать суповые наборы, сухие фарши, мука, сборные в пакетах для варки, то есть у нас расширился ассортимент, и, конечно, за счет этого мы, более того, мы приобрели оборудование, если у вас будет возможность сейчас проехать на производство, мы даже приобрели оборудование по фасовке муки. И если раньше только крупы фасовали, сегодня муку. Дорабатываем дизайн. И вот уже на площадках Алибаба мы вошли сегодня, вчера буквально личный кабинет открыли. Международные, так у нас и продолжаются площадки работать в трех странах, Вьетнам, Китай и Дубай. И вот на Авито с помощью Минэкономики нашей, Центра поддержки и экспорта, частично они профинансировали оплату, годовую оплату участия вот на этих площадках. Мы будем, ну, как бы, выходить на международный уровень. Да, и не только мы. Мы, наша основная задача, конечно, вывести напрямую и наших партнеров, которые выращивают, не обязательно надо у нас переработать, и они могут уже от своего имени отправить на экспорт, дабы сэкономить налоги, дабы уменьшить НДС. Поэтому это мы гарантируем своим членам клуба экспортеров. Вот сейчас международный рынок такой притихший, и в силу доллара, ножницы в цене, и в силу того, что как бы связи ограничены, ну, я думаю, к уборке все нормализуется. И с 1 февраля мы уже активно начнем подключать членов клуба экспортеров, и еще 6 человек у нас доза являются, это Ставропольцы и Краснодарцы. Мы будем обеспечивать их обязательно и контрактами. Яростно, яростно. Спасибо.